Как просто в компьютере складывать числа? В чем проблема? Числа добавят положительные и ответы. Вспомним, как школа складывается. Есть такое число. Например, число 11. Я хочу, скажем, вычесть из него число 7. Ну, отлично. Получаю 4. Хорошо. Хочу я, например, из числа 11, вычесть число 12. Давайте смотрим. Получаю я минус 2. Отлично. Хочу я к числу 11 прибавить число 7. Получаю я 18. У меня есть 4 равенства. Ой, я забыл. Первое это число тоже может быть. Такое тоже бывает. Или минус 19 плюс 3. Это минус 16. Так, ребята, так можно писать еще много. Что вы должны понять? У любого числа есть знак. Или плюс, или плюс. Ну, кроме нуля, у которого знака нет. Потому что плюс, нуля, минус, нуля, это одно и то же. И у числа, точнее у двух чисел, есть правило. Если вы вычитаете из небольшого числа большое, то результат отрицательный. А если вы из большого числа вычитаете маленькое, то результат положительный. А теперь представьте себе, что вы решили этому научить компьютерную. Что значит научить компьютерную? Это значит, нужно спаять, ну или там, более сложные, как сейчас, всякие микросхемы, да. Ну, по сути, надо придумать электрическую схему, которая будет получать на вход числа. Что такое получать на вход числа? Ну, это значит, где-то там какие-то там электрические зарядки возникают. Правильно? Или там токи какие-то прибудут. И по помощи электрических сигналов будет получать на вход числа. Как могла бы выглядеть эта схема? Ну как, очень просто. Анализируем знак у первого числа. Анализируем, какой знак и читать надо или прибавлять у второго числа. Это, заметьте, уже четыре варианта. Правильно? После этого, еще не останавливаемся, анализируем, что больше первое число или второе. То есть, какой будет знак у ответа, если вычитать не нужно. И, соответственно, пишем знак ответа. После этого переставляем их, чтобы из большего вычитать меньше и дальше вычитать. Ребята, получается довольно сложная логическая система. Оказывается, при помощи простой математической идеи все эти сложности полностью снимаются. Оказывается, нужно использовать двоичную систему числений. Что, кстати, для компьютера абсолютно естественно. Потому что, там, ток идет, ток не идет. Это абсолютно безумная идея, абсолютно понятное выступление электричества. Двоичную систему числений. И, оказывается, в этой двоичной системе числа записываются не так, как вам кажется. Не так, что мы пишем сначала знак, а потом число. Сейчас нужно сначала быстро объяснить, что такое двоичная система. Продолжение следует... Продолжение следует...